Я на самом деле, мне очень приятно, что меня пригласили сюда что-то отчитать. С другой стороны, я вижу супер профессиональную аудиторию. Скажите, в этом зале есть лучевой терапевт? Раз. Или я, да. Или я два. Скажите, вы часто встречаетесь с нейробластомием? Нет. Скажите, пожалуйста, есть в аудитории детские онкологи, которые направляют лучевую терапию? Раз. Два. Остальные что, стесняются? Три. Четыре. Нет, вы знаете, для меня интересна аудитория, с кем я хочу разговаривать. Ну, скорее всего, детские гематологи, онкологи, да? Давайте, на самом деле, не будем стесняться, поднимите руки, кто на самом деле отправляет на лучевую терапию. Вот. Для меня, если честно, очень символично, что лучевую терапию отдали на последний доклад. Потому что, если честно, я не знаю, какая роль лучевая терапия в лечении нейробластом. Высокого риска. С другой стороны, вот сегодня очень хорошо и Денис Юрьевич выступал, и Дмитрий Гурамович выступал. И они все показали, что роль локального контроля очень велика. С другой стороны, да, я говорю, тоже, мы тоже готовы потянуться к этому локальному контролю. Мы знаем, что нейробластомы частительно к радиотерапии. И мало того, мы знаем, что для других опухолей, имеющих метастатическую болезнь, лучевая терапия играет свою роль определенную. Статус локального контроля, она улучшает не только локальный контроль, но и безрецидивную общую выживаемость. То, о чем говорили, я просто не хочу занимать ваше время. Я знаю, что я хочу донести то, о чем уже многие говорили. Статус локального контроля – один из важнейших факторов для прогноза выживаемости наших пациентов. Но с другой стороны, когда вы отправляете на лучевую терапию, на что вы рассчитываете? Что будет облучение? Да? Какое облучение? Подождите, если честно, что? Локальное, да? А локальное, насколько локальное? Лужа обыкновенная. Остаточно или все-таки? Иногда, я имя позитивная. А что значит «иногда»? Я имя позитивная, bipolar, например, принято на уроке обучаться. На полный рынок можно удению, на вашего работает для занятия,ってる от 됐ного. Я, например, у меня здесь операции… Воочем, делаю мне позитивную ответственность. Конечно, достаточно ouvки обучения. Спасибо вам большое. Великолепно. Вот если честно, вот сейчас дискуссию на самом деле уже человек развил абсолютно с глубоким уважением на самом деле отношусь к вашей дискуссии. К вашему, на самом деле, то, что вы сказали. У меня, если честно, нет концепции как таковой. Когда я делал этот доклад, у меня не было концепции. Да, о чем вы говорили? Какие объемы? Что мы должны облучать? В каких дозах мы должны облучать? Ну, а теперь я хочу рассказать, что мы делаем в нашем центре. Мы за основу взяли все-таки НБИ-2004. И по этому протоколу мы должны облучать МИБЖИ позитивную остаточную опухоль. Ну, перед этим были слайды, как хорошо мы это делаем. Вот, а теперь характеристика. Дело в том, что у нас стандарт есть соблюдение протокола 36 грани на остаточную опухоль. На МИБЖИ позитивную остаточную опухоль. С другой стороны, если у нас нет соблюдения протокола, то мы облучаем, ну, на самом деле, это лучевой терапевт инициировали эту тему, мы облучаем дозы гораздо меньше, 21 грани. Ну, это для всех наших пациентов. И с другой стороны, ну, если честно, я сейчас не хочу останавливаться на группах риска, потому что промежуточная группа риска у нас всего 6 пациентов. Ну, это абсолютно ни о чем. С другой стороны, 21 грани на остаточную опухоль, либо 36. Я вас просто прошу обратить внимание вот на это. Нет локальных рецидивов. При этом мы видим, я не хочу сказать, что нет достоверной разницы, но тем не менее мы видим, что 21 грани, что бессобетельный выживание, что общее выживание, становится гораздо лучше. Что вы мне скажете на этом? О чем вы меня должны спросить? 27 грани это лучше или хуже? Правильно же? Я сам себе задаю тот же самый вопрос. 28 грани в итоге это лучше или хуже? Я не знаю. Дело в том, что, на мой взгляд, поскольку у нас локальных рецидивов ноль, основным фактором является несовлюдение протокола, который предписан НБ-2004. Вы можете со мной спорить, а можете не спорить. Если честно, я сам не знаю. Ну, по большому счету, вот и все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!